Ребят, всем привет! Сегодня у нас обзор небольшой, но очень интересной программы для смартфонов Samsung с One UI 2.1, 2.5 и выше. Друзья, приложение официальное, называется Case Cafe, а также, чтобы полноценно им пользоваться, нужно будет Theme Park. Что это за приложение? Давайте я вам покажу. Вот смотрите, заходим в Google, нажимаем и смотрите, как клавиатура. Это все можно менять. То есть, смотрите, вы сейчас можете подумать, наверное, ой, я могу с Google скачать там другую клавиатуру, в ней все есть. Здесь вся фишка в том, что это все официальное, самсунговское. Вам не нужно качать какую-то левую там дичь с маркета и пользоваться ею. Здесь все официально, именно самсунговское. Итак, еще раз, все ссылки будут в описании, чуть позже объясню, как скачать. Давайте разберемся с программами. Case Cafe. Для начала нам нужна эта программа. Этим приложением можно пользоваться и без второй программы, но будут некие ограничения. Итак, запускаем программу и мы видим здесь три пункта. Значит, первую заходим и здесь мы настраиваем раскладку. Раскладку можно настраивать для русского языка, для английского, ну и для вообще каждого отдельно. Здесь также у нас есть символы, то есть можно расставить символы. Сейчас, как пример, просто покажу. Например, вот нажимаем сюда. Смотрите, вот открывается клавиатура стандартная. Вот так она сейчас выглядит. Нажимаем редактировать. И смотрите, например, вы очень часто отправляете кому-то сердечко. Чтобы постоянно не нажимать на смайлик, мы можем взять это сердечко и перетащить, например, сюда. Вуаля, красота. Например, вы очень часто пишите кому-то, привет, я занят. Ну или давайте просто привет напишу. Посмотрите-ка, видите, подсветочки еще. Вообще кайф. Привет. Берем это слово и перетаскиваем, например, сюда. Пожалуйста. Хоп, нажали и понеслась. Привет. Можно изменять цвет. Видите, вот так. Всяк. Короче, боже, здесь очень много настроек. Крутая программа. Samsung, конечно, молодец, что придумали это. Смотрите, здесь можно управлять вот тем, что вы сейчас делаете. Например, я могу, хоп, удалить это вообще и все. Видели? Я удалил отсюда. Итак, то же самое, да, здесь с цифрами, там, всякие знаки, шмаки и так далее. После того, как вы определились, нажимаем ОК. И даем название какое-нибудь обязательно. Дали название, все сохранилось. И сразу же готово к работе. Итак, давайте выйдем отсюда. Есть следующий пункт. Следующий пункт как раз таки вот то, что вы видели. Смотрите, здесь есть готовые шаблоны. Просто выбираем. Нажимаем Эпли. И готово. У меня сейчас клавиатура будет вообще по-другому выглядеть. Итак, давайте мы нажмем сюда и посмотрим. Вот так вот выглядит. Смотрите. О, красотища какая. Если вам не нравится готовое, вы можете создать свою тему. Смотрите, нажимаем плюсик. И здесь, боже, здесь можно делать просто все. Можно даже фото на фон поставить. Нажимаем на вот эти вот красные круги. И здесь можем выбрать фото. Представляете? Давайте выберу, например, фото колеса моего. Ну вот, пожалуйста. Сюда можно еще что-то, еще что-то. Цвета. Ночные режимы. Вот, кстати, ночной режим отсюда можно включать. Разные цвета. Но тут можно вообще все делать. Смотрите, хоп. Например, такой цвет. Ну, это уже вот более такой девчачий стиль стал. Короче, создаем свою клавиатуру. Да, и после этого, ребят, мы нажимаем сюда. Даем название опять же. Окей. Все, готово. Нажимаем. Теперь наша клавиатура. Посмотрим, как она выглядит. Вот так она выглядит. Ух, красиво. Ой-ой-ой, какая красота, друзья мои. Ну, смысл вы, я надеюсь, что поняли. Вот здесь можно это все настраивать. Здесь есть вкладка эффекты. Здесь можно выбрать еще эффекты. Вот, ребят, я не хочу сейчас полдня рассказывать про программу эту. Я вам так мелком рассказываю, а вы уже сами разберетесь. Да, здесь на английском, но смысл здесь понятен. Ничего сложного здесь нет. Здесь Play Keyword Game. То есть, игры, связанные с клавиатурой. Тут можно проверять, насколько вы быстро печатаете, там, да, и так далее. То есть, ну, на самом деле, бесполезный пункт. И он нам вообще не подходит. Здесь только корейский, английский, русского нету. Поэтому сюда, в принципе, можете даже не заходить. Вот. Самое интересное, это первый и второй пункт. Значит, еще раз повторяюсь. На смартфонах с One UI 2.1 работает только первый пункт. На тех, у кого 2.5, 3, там, и так далее, будет работать и второй. Но для того, чтобы второй работал, нужно будет установить Temp Park. Итак, ребята, откуда это все дело можно скачать? Я не хочу сейчас загружать на Облако, на Яндекс и Шмандекс, а потом эти ссылки могут потеряться и так далее. Поэтому, друзья, у меня есть свое хранилище, куда я все загружаю. И это у меня хранилище называется Телеграм-канал Андрохак. Друзья, вот этот канал. Как мы его находим? Прямая ссылка будет в описании. Просто нажали и попали сюда. Либо, либо, вот смотрите, здесь есть поиск. Сюда вводим. Вводим полностью вот так Андрохак. Нажимаем и все, мы здесь. А здесь есть три точки. Здесь вообще много взломанных программ у меня, как вы видите. Программы, игры на любой вкус вообще. Просто миллионы разных всяких интересных программ, игр. Значит, смотрите. Если вы хотите что-то конкретно найти, как в нашем случае. Итак, смотрите. Запоминаем, как называется приложение. Ну, в описании я это еще раз напишу. Кейс-кафе. И мы сюда вот перейдем с вами. Три точки. Поиск. И сюда вот пишем. Кейс-кафе. Обязательно пишем правильное. После этого нажмем на поиск. И мы сразу же попадем на пост с этим приложением. Давайте, как пример, вам покажу. Лу-бокс. Дело в том, что на данный момент я эту программу еще не использую. И не загрузил. После того, как я опубликую это видео, которое вы сейчас смотрите. Я сразу же добавлю эту программу на свой телеграм-канал. И вы сможете его найти. Значит, ввели сюда название. Нажимаем на поиск. И вот. Видели? Хоп. И мы сразу же попадем на пост с этим приложением. Далее нам нужно будет просто нажать на стрелку вниз. Дождаться, пока скачается. Потом еще раз нажать. И остановлю. Установить, открыть и все. Кайфовать. Вот как-то так, друзья. Подписывайтесь, кстати, на Андрохак. У нас уже тут 370 тысяч человек подписаны. И поверьте, они все кайфуют. И получают каждый день новые крутые программы с взломами и так далее. Ну что ж. Такой вот небольшой обзор нового интересного приложения от Samsung. Что вы думаете про это приложение? Пишите свое мнение в комментариях. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok